Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Россиянам назвали способы запретить смартфону подслушивать. Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал в интервью Радио Спутник, кому могут понадобиться записи разговоров и как защитить информацию. Он предупредил, что некоторые установленные приложения могут записывать разговоры владельца, если во время их установки был разрешен доступ к микрофону. Защититься от этого можно, если ограничить число приложений с доступом к микрофону. Для особо важных переговоров Вакулин посоветовал приобрести телефон без возможности подключения к современным сетям связи. Если приглядеться ко многим чиновникам и миллиардерам, как российским, так и зарубежным, то они ходят с кнопочными телефонами. Кнопочный телефон очень трудно будет прослушать, поскольку там нет 3G, LTE и так далее, пояснил эксперт. По словам специалиста, приложение может следить за хозяином, даже если смартфон заблокирован, чтобы продавать данные о немецком. У нас часто происходит, что вы взяли кредит в одном банке, а вам сразу звонит другой банк и предлагает другой кредит. Продажа данных – это уже банальная тема, заключил он. Ранее эксперты перечислили правила зарядки смартфонов и призвали не заряжать смартфон выше уровня 90%. Выпускающие устройства компании не рекомендуют разряжать батарею смартфона ниже 40% и заряжать выше 90% уровня батареи. Зарядка на 100% не увеличивает срок жизни телефона, поэтому гаджеты не советуют оставлять на зарядку ночью. В начале апреля китайские аналитики предсказали скорый рост цен на рынке смартфонов. Эксперты отметили дефицит на рынке полупроводников и хитрость производителей телефонов. Для широкой аудитории они продолжают транслировать мысль о том, что компании живут в условиях острой нехватки и это стимулирует рост цен на все большее количество устройств, заметили специалисты. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.